Солнечная радиация Климат — это многолетний режим погоды, характерный для какой-либо местности. Климат России суровый, более 60% её территории находится в зоне севера. Территорию страны охлаждают Северный Ледовитый океан, Сибирь со своей многолетней мерзлотой и закрытость территории от Тихого океана горными районами Дальнего Востока. Чтобы лучше разобраться в климате, можно представить землю в виде дома. Стены — это горы, которые защищают от ветров. Батарея — это Солнце, от него идёт тепло. Кондиционер — это океан, от которого идёт прохлада и свежесть. На формирование климата оказывают влияние следующие факторы. Первый. Географическое положение. Оно влияет на распределение солнечной радиации и на циркуляцию атмосферы. Второй. Подстилающая поверхность влияет на величину поглощённой радиации и на нагрев воздуха. Третий. Рельеф, а точнее горы, задерживают воздушные массы, а с высотой в горах понижается температура воздуха. Территория России огромная — 17 миллионов квадратных километров. Она сильно вытянута как с запада на восток, так и с севера на юг. Поэтому разные уголки страны по-разному удалены от океана. Солнечная радиация — это энергия Солнца, излучаемая в виде тепла и света. Солнечная радиация, которая проходит через атмосферу Земли, бывает прямой и рассеянной. В солнечный день наблюдается прямая радиация, когда солнечные лучи без препятствий проходят к поверхности Земли. В пасмурную погоду прямые лучи не доходят до поверхности Земли, а рассеиваются в облаках. Это же явление наблюдается при смоге в городе, пыльной буре. Суммарная радиация — это вся солнечная радиация, дошедшая до поверхности Земли, прямая и рассеянная. Количество поступающей на поверхность Земли радиации зависит от угла падения солнечных лучей, то есть от географической широты. Чем ближе географическая широта к экватору, тем больше угол наклона солнечных лучей, и тем больше поступает тепла на земную поверхность. Солнечная радиация, достигшая Земли, нагревает земную поверхность. Чем темнее поверхность, тем больше она поглощает радиации. Чернозём поглощает больше всего радиации, отражает всего 5% солнечного света. Снег и лёд отражают в атмосферу до 80% радиации. Чем чище снег, тем большую отражающую способность он имеет. Потому в городе снег тает быстро, а в деревне задерживается дольше. И поэтому люди, живущие в жарких странах, выбирают себе многослойные светлые и лёгкие одежды. Они полностью закрывают тело, исключают прямое попадание солнечных лучей и спасают от ожогов. Мужчины на голове носят челму, куфию. Нагретая поверхность Земли излучает тепло обратно. Чем выше температура поверхности Земли, тем больше энергии уходит в атмосферу. Это и есть тепловое излучение Земли. Разница между суммарной радиацией и её потерями на отражение и тепловое излучение называется радиационным балансом. Он влияет на испарение, таяние снега, температуру почвы. Радиационный баланс за год в среднем по России положительный, летом постоянно положительный, зимой повсеместно отрицательный. Чем дальше от экватора и чем ближе к полюсам, тем большие сезонные различия наблюдаются. В день равноденствия над экватором Солнце в полдень находится в зените под углом 90 градусов к поверхности Земли, а над полюсами Солнце находится прямо на линии горизонта на широте 90 градусов под углом 0 градусов. Оно не заходит и не восходит. Это время называется полярным днем или полярной ночью, в зависимости от сезона и полушария. Чтобы определить максимальную высоту Солнца над горизонтом в день равноденствия, надо из 90 градусов вычесть широту местности. Россия расположена в северных широтах, поэтому для нее характерно умеренное поступление солнечной энергии и значительное изменение по сезонам года. Осадки и частая облачность рассеивают солнечную радиацию, снег отражает ее назад в атмосферу. Все это сказывается на температурном режиме страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова